Здравствуйте! Тема грудного вскармливания волнует многих. И сегодня мы продолжим обсуждение и постараемся вместе найти ответ на вопрос «Как долго следует кормить грудью?» Пойдёмте! Здравствуйте! 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 Сегодня наша вторая, я уверен, не последняя передача, посвящённая теме грудного вскармливания. При этом мы говорим не о грудном вскармливании вообще, а пытаемся найти ответ на вопрос «Как долго всё-таки следует кормить грудью?» Как вы думаете, Луиза Васильевна? На этот счёт есть различные точки зрения педиатров. Я сейчас прочитаю, можно? В настоящее время Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ уделяет большое внимание продолжение грудного вскармливания у детей старшего года. Рекомендую поддерживать этот процесс до двух лет и более. Вот у меня одна знакомая, она до двух лет кормила. Замечательно! А у меня тоже много таких знакомых, поэтому давайте узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. АПЛОДИСМЕНТЫ Детки пьют мамы на грудное молоко, потому что у них нет зубок. Сначала они не как обычные люди, вот что-то вот так вверх, они просто пьют, пьют и это им едай. Потому что они, может, будут поносы у них, потому что им такое нельзя ещё, как у взрослых. А когда ему вспоминают заводи, он уже кушает овсянку вот какую-то. Ну, мы его кормим смесью, печеньями всякими, и там супом таким специальным. Мя, мне тут нельзя одеть, уже ты, я. Ты что, жуй, тяжу, тогда гречневую кашу с молоком. Нужно кормить ребёнка в огороде, пока она не отучится. Да, скольки лет? Нарежно до двух лет. Да, один или до два. Или до ноль. Да, один, да, один. Или до ноль, или до два. Пока ему не станет четыре года. До двадцати. Ну, в общем, трудно жить кормящей маме. И от экспертов получить ответ на вопрос сложно. Приходится ходить по докторам. Да, к вам приходила Оксана Гудсай с дочкой Элиной. Давайте посмотрим. Давайте. 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 Дочка телеведущая Оксаны Гудсай, Элина, мечтала о братике и очень переживала за маму, когда они ждали его появления на свет. Когда же это случилось, Элина заботиться о маме не перестала. Ты кормишь Марка, тебе нельзя конфеток, и клубник нельзя. Это ему вредно, говорила она ей. Когда же будет можно? Может, уже время переходить на смеси? Ведь мне пора на работу. Да и вкусненько получится. Знаешь, Элина, пойдем к доктору Комаровскому. Он-то точно знает. Вот я кормлю ребенка. Сколько я должна кормить его? Сколько я должна кормить его только молоком? Когда добавлять воду? Какой-то прикорм давать? Сколько месяцев? В этом плане нет времена, когда были дискуссии на тему, сколько только молоко. Они уже давным-давно закончились. То есть врачи всего мира договорились, что если у мамы есть достаточное количество молока, то до шести месяцев ребенок находится только на грудном вскармливании. Никаких подкормков? Упаси Боже. Вот что бы ни говорили окружающие, что бы ни говорили мамы, папы, бабы, деды, друзья, имеющие опыт, нет никаких соков, нет никаких кашек, понятно? Ни капельки, нет никаких пососать сухарик, понятно? Ничего этого нет. Есть только грудное молоко и мама. И так до шести месяцев. Естественно, под наблюдением доктора, который должен видеть, что у вас нет дефицита веса, что вы нормально развиваетесь, что у этого молока хватает. Питье – это отдельная тема. Отдельная. Если ребенок в чистом, прохладном, влажном воздухе не перегревается, понятно? Если у него нет потерь жидкости, потому что очень жарко, например, то ни в какой жидкости дополнительной, в дополнение к маминому молоку он однозначно не нуждается. Поэтому наша задача как раз не в том, чтобы лишать ребенка жидкости, а в том, чтобы сделать так, чтобы эта жидкость ребенку была не нужна. То есть создать ребенку оптимальный тепловой режим, режим влажности и температуры. Это принципиальное условие. Хорошо. А потом вот шесть месяцев, а потом, когда я докармливаю… Это начался прикорм. Все равно я еще продолжаю кормить грудью. Вы продолжаете. То есть наше вскармливание… Вот наше вскармливание, оно все больше и больше замещается прикормом. То есть количество маминого молока постепенно уменьшается, количество прикорма постепенно увеличивается. Как правило, после года, после года, ребенок питается, питается уже не мамином молоком. Но если женщина может и хочет продолжать кормить, это замечательно. И Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует продолжать вскармливание до двух лет. Продолжать. При этом подчеркивается всячески, что ребенок питается не столько молоком, сколько другими продуктами. Овощным супом, мясом, кисломолочными продуктами, молочно-крупряными кашами. Но один-два раза в день мама прикладывает ребенка к груди. Иногда намного чаще, если это нравится маме, и ребенок испытывает в этом потребность. Это личное дело вашей семьи. При этом считается, опять-таки это теория, считается, что прикладывание к груди ребенка после года не столько имеет целесообразность биологическую, питательную, сколько подчеркивает или обеспечивает близость ребенка и матери, создает особый вариант общения. Есть люди, которые возражают против этого и считают, что если мама почитает ребенку сказки, то это более адекватный вариант общения, чем ежели мама приложит ребенка к груди. Но это личное дело вашей семьи. Вообще, на самом деле, в детских журналах, в детских книжках, которые пишутся для мам и пап, огромное количество дискуссий на тему, что настоящая мать должна кормить ребенка до двух-трех лет, и если она этого не делает, то она не настоящая. Кукушка. При этом у абсолютного большинства педиатров стоит совершенно другая задача. Да нам бы, чтобы вы хоть до шести месяцев покормили, что количество вот этих вот мам, которые в состоянии и согласны, и хотят, и могут себе позволить кормить ребенка до двух лет, очень мало. Поэтому главное все-таки понять, что каждая женщина, каждая, особенно на этапе формирования закладки иммунитета, ну, обязана сделать все для того, чтобы кормить ребенка грудью. И самый ответственный период – это первые шесть месяцев жизни. Если вы прокормили ребенка первые шесть месяцев жизни, я вам ставлю тройку, как маме. Если докормили до года, получили четыре. Понятно, да? Если кормите дальше, то хотя бы до полуэтажных. Вот тут вы стали мамой-отличницей. Но это оценки всего лишь, всего лишь закормления. Есть еще куча других оценок. А как вы дали прикорм? А как вы купали? А какой режим чистоты? А какая была гигиена? А сколько раз вы ухитрились получить ОРЗ? Ну, принести их в дом элементарно, да? А как вы перенесли прививки? А это все зависит от кого? От вас. То есть очень многое зависит от вас. И нельзя ваше материнство, вашу любовь рассматривать только через бутылочку с молоком. Или отсутствие такой бутылочки. Ну, то есть, вот казалось бы, казалось бы, можно на этом поставить точку. Вот мне чего-то кажется. Ну, то есть надо, вот надо до шести. Очень желательно, очень желательно до года. Если мама и ребенок хотят, продолжайте дальше, сколько вы хотите. Вот это как бы теория. Тем не менее, вопросы, вопросы, вопросы. Давайте вопросы, наши ответы. Евгений Олегович, вот вы говорите до полутора. То есть год и шесть месяцев. А если год и пять или год и восемь. Что лучше? Год и пять месяцев, и год и восемь? Кому? Ребенку. Как лучше ребенку? Нет, ребяточки, вот смотрите. До года ребенка. Вопрос на самом деле, вот он, все настолько просто, вы себе даже не представляете. Вот ребенку надо, вот и от этого принципиальнейшим образом зависит его здоровье. Вероятность его болезней. От этого все зависит. Вот до шести месяцев надо позарез. Ну вот без этого нельзя, вот не можете вы этого. Это плохо, вот это реально плохо. Очень хорошо, очень хорошо, если вы продолжаете кормление до года, но с шести месяцев начинается полноценный прикорм. А вот после года это главное, и начинаются выяснения отношений. Пытаются врачи выяснить, в чем же состоят преимущества продолжения грудного вскармливания. И Всемирная организация здравоохранения однозначно утверждает, и даже не сомневается, что продолжение грудного вскармливания после года однозначно снижает риск инфекций. Прежде всего кишечных инфекций. И поэтому продолжать грудное вскармливание после года до двух лет и далее настоятельно рекомендуется в странах с низким уровнем гигиены и высокой распространенностью инфекционных болезней. То есть для стран, развитых экономически и социально, увидеть медицинские плюсы от длительного грудного вскармливания достаточно сложно. Понимаете? Именно поэтому вот сейчас я хочу, чтобы мы все поняли, что есть как бы мнение мое, есть мнение специалистов, а есть мнение как бы официальных институтов вот в этой, в мире, которые этим занимаются. Вот я вам только что огласил позицию Всемирной организации здравоохранения. До шести месяцев только грудное молоко. До года прикорм. Дальше, пожалуйста. Пожалуйста. Особенно дальше. Надо. Надо. Если у вас антисанитария, скучность, грязь, распространенность инфекций, я вам должен заметить, что по большому счету любой участковый педиатр всю жизнь действует так. Если он заходит в семью, где мал-мала-меньше, грязь, антисанитария, и у него он думает, вот чем она его накормит. Манной кашей в три года или даст грудь. Понятно, что грудь безопаснее. И он, конечно, такой маме будет рекомендовать кормить, ну, пока там хоть что-то в груди есть. Но в семье, где один ребенок и мама рвется чем-то заняться, еще он скажет, умничка, докормила до года, иди занимайся. Потому что она сможет позволить ребенку качественный и безопасный прикорм. Я продолжу чуть-чуть, как бы, может быть, длительный монолог, чтобы вы как бы поняли, что я говорю не то, что придумал доктор Комаровский. Тем не менее, руководствуясь мнением ВОЗ, например, европейские страны вообще говорят, вот, например, в Дании, в Соединенном Королевстве, они говорят, обязательно до шести месяцев. И ставят на этом точку. А дальше это ваше личное дело. Дальше, после шести, если есть качественный прикорм, медицинских проблем не будет. Американцы, Американская Ассоциация Педиатров говорит, до шести месяцев только молоко, до года очень надо молоко и прикорм. А после года, если этого хотят мама и ребенок. Я бы, конечно, добавил, если этого хотят мама, ребенок и папа. Я бы добавил. Но поскольку американцы этого не говорят, я просто вот вам озвучиваю общую мировую информацию. Продолжаем вопрос. Многие специалисты по грудному вскармливанию говорят, что нужно кормить до инволюции. Как вы к этому относитесь? Ну, для начала, давайте расскажем. Тут же вот мужики сейчас при ваших словах инволюция. Они же начинают чухать по тылу, что это такое, никто же не знает. Вот инволюция – это когда молоко пропало само по себе. И это может произойти, естественным образом, ну, где-то с четырех до шестилетнего возраста. То есть есть специалисты, действительно, которые рекомендуют, что так надо. Обратите внимание. Тут важно понять, кому надо. Я фиксирую внимание на том, что я, как врач, не вижу в этом ничего плохого и не возражаю, при условии, что вы будете соблюдать не только рекомендации специалистов, но рекомендации Американской Ассоциации Педиатров. Если этого хотят мама и ребенок, но если я регулярно читаю письма женщин, которые вот я захожу там на сайт вот этих специалистов, и там мама, которая кормит три года, пишет письмо. «Я уже не могу, я устала, я не высыпаюсь, я хочу то, 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 то». А ей пишут «Нельзя бросать». Вы не понимаете, вы на самом деле не устали. Это вам только кажется, что вы устали. Вы приходите, мы с вами проведем беседу, у нас есть два шикарных психолога. Они с вами поговорят, и вы не устанете, и будете кормить до школы, и все будет шикарно. То есть я хочу, чтобы главное вы не перепутали. Если вам классно, вам нравится, ради бога, кормите до семи лет, сколько хотите, ребенку это нравится, пожалуйста, только не путайте, пожалуйста, ваши потребности и потребности специалистов, которые занимаются грудным вскармливанием. Поверьте мне, я вам говорю, как человек, который вроде как тоже 30 лет уже занимается грудным вскармливанием, я с этими специалистами общаюсь регулярно. И я пришел к очень печальным выводам о том, что, к сожалению, в этом стране вот специалисты по грудному вскармливанию рассматривают всего два мнения. Своё и никакого другого, понимаете? То есть их мнение и неправильное, причем более того, если ты скажешь, что мама, которая прокормила до года, хорошая мама, они скажут, что ты, ну, просто никто, что ты ничего не понимаешь, что такая мама, она, ну, по большому счету, неполноценная женщина, понимаете? И если вы не будете регулярно посещать специалистов и приносить им денежки, и не будете проходить у них курсы и занятия, и не будете кормить до трех лет, то вы, естественно, все мачехи и женщины неполноценные. И я вам скажу, что начитавшись этих рекомендаций, огромное количество женщин, которые по медицинским причинам, ну, не сложилось так, ну, стрессы, ну, нервотрепка, ну, не получилось, не могут кормить грудью, но они читают регулярно выступления специалистов, которые создают у них комплексы неполноценности, которые женщины воспринимают себя совершенно неадекватно и творят потом глупости. А вы ведь прекрасно понимаете, чем дольше вы кормите грудью, тем более продолжительное время вам нужны консультанты по грудному вскармливанию, которые почему-то за бесплатно не очень активно работают. В книжках вы пишете, что грудное вскармливание и любое кормление по ночам имеет смысл до шести месяцев. То есть ребенку необходимо до шести месяцев. Да. А после этого нашему малышу сейчас восемь месяцев. И вот он ночью часа в три-четыре просыпается. Вот как бороться с этим просыпанием? То есть потребностей в еде у него нету. Он просто просыпается, мы его берем на ручки и минут пять-десять качаем, и он засыпает. Но как бы это не очень удобно. Ну я понимаю, но на самом деле у меня такое ощущение, что вы очень много хотите от материнства. Понимаете? Восемь месяцев ребенок, вы просыпаетесь пару раз за ночь, и он за пять минут засыпает, да? Я считаю, что вам повезло. Миллионы женщин в этой ситуации хвастались. Если вы хотите от меня золотой таблетки, чтобы вы спали всю ночь, не получится. Я считаю, что ваша ситуация вполне благополучная. Понимаете? И не требует какой-либо медицинской коррекции. Если вам хочется приложить его ночью к груди, пожалуйста, приложите. Я не возражаю. Вот вы сейчас покивали головой, и специалисты по грудному вскармливанию будут теперь всей стране на вас показывать пальцем и говорить, смотрите, мачеха. А если бы она к нам пришла и дала нам денежку, мы бы ее научили, как надо пять раз на ночь приложить ребенка к груди, как она выспится лучше, как ее после этого муж будет больше любить. Понимаете? Вот почему вы так? Это неправильно. Вы кивайте, кивайте, а то, что вас пальцем будут они показывать. Вот мы замечательно, у нас сложилось с грудным вскармливанием, вот нам полтора, пять с половиной месяцев, мы, следуя интуиции, без всяких специалистов, в общем-то, обошлись. И вот теперь такой вопрос, можем ли мы, следуя интуиции, вводить прикорм тогда, когда нам покажется нужным, а не в полгода. То есть нам покажут, кажется, это не нужно. Хорошо, я объясню, на самом деле, на самом деле, я вам скажу вот стопроцентный показатель, когда таким прикорм нужен, вот чтобы вы это поняли. Смотрите, конечно, не надо только по возрасту ориентироваться. Вы прекрасно понимаете, молоко жидкое, жидкое, да, чем пища более густая, тем больше в пище энергии. Это понятно? Что в 200 граммах каши калорий будет больше, чем в 200 граммах молока, да? И вот в жизни каждого ребенка начинается такой период, когда он начинает резко тратить энергию. Это тогда, когда обычно он слазит с мамыных рук, начинает ползать, садиться, вставать. И как это проявляется? Это проявляется тем, что резко падает прибавка в весе. Все. И вот когда резко возрастет активность, вы начнете ползать и начнут снижаться темпы прибавки веса, это значит пора. Тем не менее, почему медицинская наука все-таки настоятельно рекомендует прикорм после шести? Потому что доказано, что позднее введение прикорма достоверно приводит к увеличению вероятности анемии, снижению уровня железа, к дефициту витаминов. Поэтому все-таки я бы ребенка прикармливал после шести месяцев. Хотя, хотя это не настоятельное требование. Это решать индивидуально вместе с доктором. Я хотел бы еще раз обратить всех внимание на вот это самое кормление после года. Всемирная организация здравоохранения не только рекомендует продолжать кормление после года. Она говорит о том, что ребенок после года должен питаться обычной пищей семьи и в дополнение к этой пище получать грудное молоко. Но если ребенок после года есть только грудное молоко, это абсолютно неверно. После года минимум, минимум 600-700 грамм в день – это не мама, это другие продукты. Если так не получается, это неправильная система в Скарблево. Значит, мы сейчас живем в такое динамичное время, когда мамы, как правило, очень заняты. И даже когда ребенок рождается, они все равно очень заняты. А кормить грудью хочется. Насколько меняется качество молока, которое она оставляет через молокоотцо сама? Молоко цеженое, правильно замороженное и полученное потом ребенком после правильного отогревания, то есть на водяной бане, а не микроволновой печи, не будет принципиально хуже. Не будет. Тем не менее, я бы настоятельно рекомендовал все-таки до 6 месяцев сосредоточиться на вашем главном долге в этой жизни. Понимаете, да? То есть 6 месяцев все-таки вы должны посвятить только ребенку. Хотя слово «должны» я говорю условно, потому что долг по отношению к ребенкам не должен заменять все. То есть если вы голодаете эти полгода, а надо идти работать, значит идите. Спасибо. Евгений Олегович, я хотела задать такой вопрос. Когда мама кормит грудного ребенка, и у нее предобраночное состояние, что это значит? Объясните, пожалуйста. А что же рядом мама, которая кормит грудного ребенка, ведет образ жизни, который к нормальному никакого отношения не имеет? Понимаете? С точки зрения природы, после того, как вы родили, стая не стала ходить вокруг вас кругами, да? И молодая мама продолжает двигаться много, да? Никто не снимает, не уменьшает ее физические нагрузки и так далее. У нас же женщина очень часто после родов находится в образе. В образе. Она кормящая мать, да? И у нас даже очень часто, кстати, есть огромное количество психологов, которые, изучая вот этот феномен длительного кормления, они говорят о том, что очень часто женщина, пока она кормит грудью, то она в доме находится на совершенно особом положении. Это вроде как нормально, да? То есть к ней и муж относится более уважительно, и бабушки вокруг нее ходят долго на цыпочках. А как только она перестала кормить грудью, ей говорят, ну так давай ты ж такая, как все, да? И поэтому они стараются, такие женщины, которые обделены вниманием своих близких, они стараются кормить как можно дольше, чтобы сохранить вот это свое положение исключительное. То есть это грудное кормление не столько потребность ребенка, сколько потребность женщины. Так вот, когда женщина, о которой вы говорите или вы, находитесь в полуобморочном состоянии, то диагноз здесь один – лень, лень. И лечатся эти полуобморочные состояния образом жизни, понимаете? Надо встать, принять прохладный душ, пробежаться, понимаете, да? Устроить физические нагрузки, к мужа не забывать регулярно любить. А если женщина регулярно, 24 часа в сутки, с ребенком, который возле груди, а без груди он плачет, и поэтому она ходит, как зомби, качает его, и прикладывает груди, как рекомендуют специалисты, по 20-25 раз в сутки, понимаете? Так у нее не то, что голова кружится, у нее все органы кружатся, и муж покружится, 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 и укружился. А она потом говорит, зато я настоящая мать, а вы мачехи, и сидите вот тут только у тех мачех, у них мужья и дети есть, а она одна со своей грудью остается. Вот так получается сплошь и рядом. Евгений Олегович, может быть, вы знаете рецепты безболезненного отучения ребенка от груди? Вы знаете, я понял, на самом деле, если вы думаете, что произойдет такой момент, когда ребенок добровольно скажет, тьфу, больше не хочу, такого не будет никогда, да? Более того, опять-таки, то, что я сейчас скажу, конечно, противоречит всему тому, что говорят вот эти вот специалисты, но еще раз говорю, это называется школа доктора Комаровского. То есть здесь я озвучиваю свое мнение, и в эту школу ходят те, кто мне верят, да? А кто не верит, те читают другие умные книжки. И у всех, как бы, своя правда. Так вот, я считаю, что если вы хотите прекратить грудное вскармливание, то самый радикальный способ и правильный способ состоит в том, что надо обязательно найти бабушку, которая заменит вас на две ночи. То есть в пятницу вечером вы нежно целуете мужа и отправляетесь на курорт на два дня. Понятно? И ребенок две ночи, в пятницу на субботу, субботу и на воскресенье проводит ночи сами. Вы появляетесь в понедельник, и у вас будет два очень ответственных часа. Два часа. В течение этих двух часов ребенок, естественно, вспомнит, для чего вы есть в его жизни, и эти два часа надо будет продержаться. После чего тема закончится. А перед тем, как уезжать, вы посетите вашего акушерогинеколога, который порекомендует вам специальные препараты для подавления лактации. Как правило, это таблетки, и надо принять две таблетки в течение двух дней. И все у вас будет замечательно. С моей точки зрения, это наиболее цивилизованный вариант действий женщины, которая живет в европейской стране. Спасибо. Итак, давайте подведем итоги. Главное. Еще раз, три принципиальных момента. По поводу продолжительности. До шести месяцев только грудное молоко. И больше ничего. С шести месяцев полноценный прикорм. После года кормление очень желательно продолжать. До двух лет и больше. Если этого желают мама и ребенок. Выводы, я надеюсь, вы сделали правильные. А мы встретимся через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спонсор программы – торгова марка «Барни». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...